Ростислав, тут очень интересный момент, что заложный и умеров должны представлять этот законопроект перед парламентом. И вовсю разыгрывается комбинация, что вот смотрите, это же заложного идеи, заложному нужно 500 тысяч, одномоментно, а президент как бы против. Президент вот взвешивает за и против и пытается каким-то образом сделать эту мобилизацию, ну там, помягче, он понимает, печется о гражданах. Но то, что сейчас подхватили, собственно, с увольнением заложного, средства массовой информации западные, ну некоторые уже прямо пишут, часы, там, часы до увольнения. 6 числа будет рассматриваться этот законопроект. Новый главком будет содокладчиком умерова по законам мобилизации. Как вы думаете? Объективно, ну, я, знаете, я позитив. Я считаю, что заложного останется на своей должности. Конечно, может быть все, что угодно. Могут найти, я просто не вижу, вот, исходя из тех лиц, которые находятся в вооруженных силах, конечно, можно взять Марьяну и поставить главнокомандующего вместе с Федором. Знаете, почетным будет Федор, по нечетным будет Марьяну. Ну и можно там на выходные и праздничные дни, вот у нас еще там есть Давид А и Алексей Д, которые главный ветеринар страны. Ну, я думаю, что можно и между ними праздники разделить, когда кто из них будет там министром, вернее, главнокомандующим вооруженными силами. Но я считаю, что если подходить с государственной точки зрения, с точки зрения безопасности граждан Украины, с точки зрения эффективности, заложный должен остаться на своей должности. Если этого не будет, я не знаю, какую цель преследует, объективно. Мне тяжело говорить, что преследует и кто может на сегодняшний момент заменить на этой должности заложного. Вариантов есть масса. Можно там, можно там и главнокомандующего крупных войск поставить, можно и Буданова. Ну, единственное, главное, чтобы он вернулся из Крыма. Помните, он летом еще в Крым обещали, в Крыму будет, в Крыму, в Крыму набережной. Чтобы он оттуда вернулся и, ну, конечно, может быть, тогда это будет. Конечно, я утрируюсь, смеюсь, но реально это больно. Вольно на это смотреть, как всех украинцев делают дураками, объективно. Я считаю, что заложного трогать нельзя, что вот эти уже политические игры, они, ну, немного заигрались, объективно. Заигрались с тем и пошли в долг, что делать не нужно, особенно во время войны. С министром обороны это, в общем-то, завхоз. Меняйте на кого угодно, хоть каждую неделю. Там яйца, не яйца, форма, не форма, что там последнее там было, львовский арсенал, не львовский арсенал. То хотите, то и делайте. Но военных не трогайте. Нельзя это делать, особенно во время войны. И чем это обернется, я понимаю, что они там делали громадную социологию, там, изучали, ездили. Но может обернуться тем самым, чем обернулась вот эта специальная военная операция для Путина, которого тоже убеждали, что все здесь будет хорошо, все их ждут, все мусоров с растертыми объятиями. Сегодня уже 708 день войны. Напоминаю тем, кто забыл об этом. Не будет этого. И заложного трогать не нужно. И я думаю, что все-таки представить законопроект должен министр обороны Умеров. И объяснить, в том числе и народным депутатам, почему слово «Украина» вам пишется шибко уже второй раз. Хотя бы с этого начать свою речь. Ну, вы знаете, интересный у нас с вами разговор получился. Тут черти что подают в Верховную Раду с абсолютно... Второй раз. Второй раз. Мало чем отличают. Понятно, что там Тимошенко выходит говорить, это непотреб, мы за это голосовать не будем. Там, ну, очень резко и прямо выступила против всего происходящего. Там другие депутаты высказываются. Но большинство, мона, не мона, но большинство депутатов вообще молчат. Да, и как бы чего-то ждут. Тут заложного увольняют. Вы ни в первом, ни во втором случае как бы это все, ну, как, отметаете. А в этом же, наверное, есть и сценарий. Просто, смотрите, когда выходит Подоляк и говорит, главнокомандующий – это менеджер. Ну, чего вы так? Ну, менеджер. То есть, в этой стране менеджер – главнокомандующий. Получается, Верховный Главнокомандующий – это кто? СЕО. А где совет директоров, Ростислав? Подоляк для меня вообще не авторитет объективный. Ну, вообще ни в каком виде не авторитет. Он… Надо направить в Ростов взять интервью. Он там любил брать интервью, там, по пенькам бегать. Может продолжить свою карьеру, в общем-то, там же. Ну, это к нему вопрос. Что касается менеджера, не менеджера и попытка, так сказать, уменьшить роль заложенного на сегодняшний момент в вооруженных силах, я считаю, это в очередной раз говорит о крайнем непрофессионализме и игре с огнем на сегодняшний момент. Потому что кто из военных сейчас получит такой же кредит доверия, я не вижу. Я, конечно, не являюсь большим военным экспертом, большим политтехнологом в этом плане. Просто рядовой гражданин Украины, который наблюдает на вот эту гоньбу со стороны. И сколько еще будут гоньбыться для того, чтобы снять заложенного, ну, как далеко они пойдут, мне тяжело сказать. Я считаю, трогать это нельзя, особенно в интересах страны, особенно в интересах национальной безопасности. Потому что это не министром здравоохранения будет, то даем прививки, то не даем прививки. Здесь, как и у министра здравоохранения жизни, ну, там мы уже привыкли сами лечиться, нас, правда, лишают антибиотиков, там рецепты вводят. Здесь нельзя будет сходить в аптеку и что-то купить. Если этого человека не будет, я считаю, что шансы на выживание Украины будут значительно уменьшены. Ростислав, когда командующий 118-й бригадой ТРО говорит, что нужно простреливать колени за то, что ты отказываешься выходить из машины на блокпосту, что вот это вот начинается волна, что, ну, в общем-то, эти военные, да, становятся никому не нужны, к ним так вот отношение какое-то плохое. Это, конечно, ну, такие очень яркие эмоциональные высказывания, но им же нужно давать и юридическую какую-то оценку. Появление мы видим, что оценку этому не дается. Я уже назвал это процесс дикой мобилизации, и, к сожалению, в демократической стороне, в котором государстве, если ты исполняешь функции государства, в данном случае командующий каким-то там подразделением ТРО, ты должен вести, в том числе, за это тоже ответственность. Если ты кому-то угрожаешь и ты призываешь действовать неправомерно, ты должен это объяснить. Ты можешь это говорить не в личной какой-то беседе, к кому-то как относишься, но не в публичном заявлении своем. Если ты сказал это в публичном заявлении, то я считаю, что как минимум должна быть дисциплинарная ответственность и смена такого командира. Но это мое видение. Как это в связи с тем, что это пропускается все с государством, мимо ушей, вот эта дикой мобилизация, те ужасные видео, которые мы видим, когда людей хватает на улицах, и куда-то тащат, когда лиц, которые имеют право на отсрочку, мобилизируют, и они тут бы увольняются, и за это никто ответственности не несет за растрату государственных средств. Такие случаи тоже крайне часто происходят. Поэтому я считаю, что с этим нужно наводить порядок. И все-таки должно быть единоначален, а не попытка различных пиар-менеджеров, что-то там из-за спины, как в мультфильме «Смаугли», рассказывает, что кто-то там промахнулся, или кто-то там что-то менеджер, или кто-то там кто-то сел, или какой-то совет директоров. Я считаю, что эти лица тоже должны знать свое место. Сегодня также обсуждается, продолжается обсуждение военного эксперта Дикого, который говорит о том, что уклонисты, они сбиваются в стаи, как крысы, кусают больно, но ветераны могут зачистить вот эти группы одним махом. Правда, это будет не совсем правовой способ, это проблема, но тем не менее. А что это за ветераны такие в тылу, которые готовы зачищать людей несогласных с такого рода мобилизацией? Мы возвращаемся в 2014 год, собственно, когда люди в военной форме... В 1914, я думаю, что тут не в 1914, а в 1914 гражданская война, что-то такое тогда было. Реально, что-то такое было, потом в 1917 год был, что-то такое приблизительно было. Я не знаю, кто такой эксперт Дики, и подобные заявления и призывы к уничтожению собственных граждан в принципе имеют вполне конкретные статьи. Почему это сходит с рук, мне тяжело сказать. Почему это стараются не замечать, когда замечают какую-то бабушку в одноклассниках, мне тоже тяжело сказать. Но призывы уничтожают собственные граждане, которые с чем-то были бы не согласны, а не решать эти вопросы в правовом поле, я считаю, это неприемлемо ни в каком государстве. Не только там... Друзья, по... Да, извините, да, перебил. Не только там, знаете, в демократических странах, но и в странах, которые стремятся быть такими. Это недопустимо. Потому что мы скатываемся, знаете, как в фильме «Убить дракона». Мы превращаемся в того самого дракона. И очень похоже, что, знаете, на какой-то довольно большой процент мы в него уже превратились. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал Ростислава Кравца. Они много правят с Ростиславом Кравцом. Ссылка будет в описании. Также телеграм-канал Ростислава в описании к этому видео. Переходите, следите очень четко, грамотно. Если здесь мы как бы так в общем общаемся, да, вот по поводу каких-то, скажем так, процессов, то там конкретно пошагово действия, которые там гражданин должен и может совершить в той или иной ситуации. Причем это все не только связано с мобилизацией, а вообще с жизнью и отношениями между гражданином и государством. В общем, переходите, подписывайтесь. Сегодня Россия следком заявил, что закончил, ну, скажем так, работу на месте крушения Ил-76. Генетические экспертизы там привел, что там сделали какие-то выводы. В общем, 65 украинских военнослужащих, 6 членов экипажа, 3 сотрудника военной полиции, говорят, что будут там, ну, в общем, провели генетическую экспертизу. И, собственно, ну, о Патриоте тоже сообщили. В общем, первые данные, вот, расследование на территории противника мы уже имеем. У меня вопрос абсолютно как украинского гражданина к украинскому адвокату. Государство вообще что-то должно говорить, заявлять, какие-то действия проводить. Ведь мы же что увидели? Что СБУ открыло уголовное дело о, как бы, нарушении правил ведения войны. Ну, и, как бы, заявили и заявили. Зеленский, как бы, заявил и заявил о том, что нужно международное расследование. Ну, вчера Путин об этом точно так же говорит. Мы приглашаем вот международное расследование, что случилось. Вместе с этим обмены продолжились. Арабские эмираты, как бы, посредник, я так понимаю, важный для обоих сторон. Поэтому большой обмен состоялся. Но вот это событие сейчас украинскому государству. Ну, нужно что-то сообщить своим гражданам о том, что произошло и что будет предпринимать Украина ввиду вот этой военной трагедии? Ну, понимаете, тяжело сказать, действительно, объективно. Не было еще международного расследования. То, что говорит Российская Федерация. Я не исключаю, что это могут быть манипуляции. Это может быть и правда. Но в большинстве случаев то, что делает Россия, знаете, как они любят говорить, не все так однозначно. Поэтому на самом деле пока не будет вопросов, связанных с доступом туда реально международных экспертов, которые подтвердят эти выводы, говорить об этом крайне рано. Что касается украинского руководства, конечно. У нас есть такие великие пиарщики, как его вот вы там называли, ну, по пенькам бегал. Вот, ну, как бы они должны были бы как-то пропаганду настроить на тот лад, что не только все вранье, но все-таки дать объяснение украинцам, что же произошло. Либо сказать, что давайте мы подождем все-таки выводов международных экспертов, как сказал Зеленский. Но об этом нужно говорить. Об этом нельзя молчать. Потому что та же российская пропаганда, вот это молчание, оно использует против нас. И я считаю, что да, это крайне важно украинскому обществу пояснить, что же все-таки произошло. Да, если какая бы ни была версия, ее надо озвучить и брать за это ответственность. Сейчас идет война. Реально, абсолютно объективная война. Гибнут тысячи людей, ежедневно гибнут тысячи людей. Что произошло в данном случае, нужно объяснить. Нужно дать украинцам понять то, что сделал или не сделал. И как сделать так, чтобы больше это не повторилось. И в любом другом случае, в любой другой ситуации, которая происходит в стране. Но молчать об этом нельзя. Потому что это играет, конечно же, против общества, против Украины, против даже самосознания украинцев. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим определенные версии от того же Гуданова, на которого возложены удобные, я так думаю, обязательства все-таки раскрывать удобные вещи и контролировать удобные незаконные действия расистской федерации, в том числе и с нашими войнками. Сегодня праздник на самом деле. Ну, великий, скажем так, великий транш или там великая поддержка Европы. Лидеры стран ЕС одобрили 50 миллиардов для Украины на 4 года. Совет Европейского Союза сообщил, что 17 миллиардов грантов и 33 кредитов. Ну и, собственно, Орбан, который, я так понимаю, продавил свои условия, что ежегодно считать, пересчитывать. В общем, условия Орбана учли. Да, и раз в два года пересматривать вот это. Раз в год сводить и раз в два года при необходимости пересматривать эту помощь. Я вот, ну, как бы хотел бы вот на что сакцентировать. Ну, смотрите, когда треть дают так, две трети в кредит. Как тогда назвать эту поддержку воюющего государства? Лен Блис. На самом деле есть громадное количество вопросов к нашим дипломатам в том числе. Ко всему, что происходит, к нашим партнерам, которые нам помогают, которые пытаются за счет этой помощи тоже заработать свои дивиденды. Есть громаднейшее количество вопросов и еще большее количество вопросов, чтобы украинцам это объясняли. Реально рассказывали, чтобы никто не мог этим злоупотреблять. За счет чего мы будем это все возвращать? Какой процент? Кто мы будем получать? Куда будут направлены эти деньги? Если эти деньги направляются на проедание, как недавно было заявление от нашего министра цифровой трансформации, он себя скрыто заявил. Даже для меня сначала было непонятно, почему появляются вопросы у государственных чиновников, за счет чего они живут. Ну, имеют какой-то поддержки. Потом министр Федоров там через день сообщил, что у нас там громадное количество чиновников, к слову, я тоже дал соответствующий запрос в кабинет министра, попросить, прояснить, кто из чиновников содержится за счет международной помощи и в каком объеме. Чтобы мы понимали, просто, ну, вы же понимаете, ну, платят, вот, в общем-то, и принуждают к определенным действиям. Сегодня утром в Твиттере послов G7 тоже появилось сообщение, что Шмигаль отчитался о каких-то реформах. Я тоже написал и попросил бы Шмигаль, я думаю, сегодня я сделаю обращение все-таки рассказать украинцам о тех реформах, о тех успехах, о которых он сообщил послам G7. Все-таки, я думаю, важно украинцам знать о том, что происходит в Украине, о том, куда будут направлены эти деньги, эти миллиарды. Я об этом говорил неоднократно со времени еще ведения рынка земли, когда рассказывали, что придут миллиарды сюда. Я говорил, расскажите, куда? На новые айфоны? На новые виллы за границей? Куда вы собираетесь, продавая украинскую землю, вкладывать эти деньги? Никто из вот этих офисов-реформаторов на круглых столах, в открытых прямых эфирах так и не смог вразумительно объяснить, куда будут направлены эти деньги. Так и здесь. Желательно украинцам пояснить.